Здравствуйте, в эфире Инсталайф. Продолжаем готовиться к приемной кампании 2022 года в Казанский федеральный университет. И сегодня у нас в гостях представители Института управления экономики и финансов. Представлюсь, меня зовут Роман Плинсков, ведущий данного Инсталайфа. И с вашего позволения представлю тех гостей, кто к нам сегодня пришел. Оксана Викторовна Полякова, заместитель директора по международной деятельности. Оксана Викторовна, вам добрый день. Добрый день. И Руслан Анатольевич Улингов, ответственный по вопросам приема Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета. Оксана Анатольевич, вам тоже добрый день. Добрый день. Что ж, прежде чем мы перейдем к вопросам, которые нам уже присылали до нашего Инсталайфа, предлагаю небольшое приветственное слово нашим слушателям, абитуриентам, возможно, и студентам вашего института и всего Казанского федерального университета. Уважаемые абитуриенты, от лица Института управления экономикой и финансов мы рады вас приветствовать на первом в этом году Инсталайф Института управления экономикой и финансов. Мы являемся одним из самых крупных структурных подразделений Казанского федерального университета. И каждый раз, когда мы начинаем свой Инсталайф, мы говорим, что если вы заинтересованы в успешной карьере и в том, что модно нынче называть устойчивым развитием, то тогда, конечно, ваш путь пролегает именно в наше учебное заведение Институт управления экономики и финансов, потому что именно здесь вы можете получить те качества, которые позволят вам наиболее эффективно применить свои природные данные способности в современном мире, реализоваться не только как хорошему человеку, я надеюсь, нас слушают только хорошие люди, но и как профессионалу. Мы очень надеемся, что во время данного прямого эфира сможем ответить на все вопросы, которые у вас до настоящего момента возникли или возникнут в ходе нашей встречи, и будем с удовольствием и с нетерпением ждать вас в июле месяце, когда приемная кампания наберет свой полный ход. Спасибо. Руслан Анатольевич, есть что добавить? Нет, спасибо. Хорошо. Тогда предлагаю перейти к вопросам, которые нам уже присылали. Кстати, напоминаю, что по ходу нашего прямого эфира в Инстаграме можете присылать свои вопросы, уважаемые абитуриенты. Все, что вас интересует, это здесь обсудим. Начнем с первого. Расскажите про направление вашего института на бакалавриате. На бакалавриате у нас существует два крупных направления. Это экономика и менеджмент. Профилизация по данным направлениям осуществляется с третьего курса обучения. Это очень хороший шанс для тех, кто на самом деле не определился, где бы он хотел работать в дальнейшем. Поэтому вы поступаете вначале на направление либо экономика, либо менеджмент. Также у нас существует направление сервис, торговое дело, экономическая безопасность, это специалитет, управление персоналом, государственное и муниципальное управление, география. Что бы хотелось отдельно сказать, что в рамках направления экономика существует профиль, на который вы должны будете поступать в самом начале. Это профиль внутренний контроль и профиль аудит и отчетность системы управления бизнес-процессами. Вот тут профилизация происходит сразу с первого курса, и вы поступаете непосредственно на это направление. У менеджмента есть тоже одно особое, особый профиль, который называется экономика и международный бизнес. Обучение на данном профиле проходит на английском языке, начиная с первого курса, и зачисление на него также происходит отдельно, сразу с первого курса. Все остальные направления вы можете выбрать, когда будете оформлять свои документы в личном кабинете в системе Буду студентом. Что касается непосредственно того, что является нашей сильной стороной. Это, конечно же, экономика. Мы являемся лидерами по подготовке специалистов в этой области. И менеджмент. У нас очень хороший показатель по трудоустройству. 90% выпускников устраиваются непосредственно по профилю, полученному в высшем учебном заведении, что я считаю является очень хорошим показателем подготовки, которую осуществляет Институт управления экономикой и финансов. Особый упор мне бы хотелось сделать еще на направлении экономическая безопасность, потому что, во-первых, это специалитет. Что такое специалитет? Это обучение 5 лет. Вы выходите уже непосредственно не бакалавром, а специалистом. И по большому счету, если вы не планируете свое дальнейшее поступление в магистратуру, то этого может быть достаточно для того, чтобы хорошо трудоустроиться. Спасибо. Что же, продолжаем дальше. Следующий вопрос звучит так. Сколько бюджетных мест предусмотрено в этом году? Есть ли изменения по сравнению с прошлым годом? Изменения есть, и они довольно-таки существенные. Но смотрите, как правило, вопрос изменений в какую сторону должен вас интересовать. Если мест стало больше, значит, проходные баллы, скорее всего, пойдут вниз. Но, к сожалению, такого нет. Экономика – 35 мест, менеджмент – 35 мест. Принципиальное отличие – в этом году первый раз бюджетные места есть на направлении менеджмент, программа «Экономика международный бизнес». Вот там никогда не было бюджета. Никогда не было бюджета на специалитете экономической безопасности. В этом году там 25 мест на бюджет. В остальном госмуниципальное управление – 13 мест, сервис – 15, география – 25, картография – 25, природообустройство водопользования – 25 мест, учителя географии и экологии – 25 мест, туризм – 20, и гостиничное дело – 25. Расклад с прошлым годом не поменялся, кроме международного бизнеса и экономической безопасности. Хорошо, следующий вопрос. Объясните, пожалуйста, можно подавать документы только на одно направление в рамках одного института или выбрать несколько. До пяти направлений можно выбрать. Но вот тут вот дьявол кроется в мелочах. Если вы посмотрите план приема, то только на одной экономике вы три строчки увидите. Экономика, где много профилей указано. Отдельная экономика строчка «Внутренний контроль». Отдельная строчка экономика «Аудит и отчетность». Еще есть отдельная строчка «Экономика очно-заочно». То есть четыре экономики. Вы можете все четыре экономики выбрать, но это будет только одно заявление. То есть одно заявление на одно направление. В менеджменте вы можете выбрать одну строчку с выбором профилей. Отдельно предпринимательство, отдельно международный бизнес, отдельно менеджмент очно-заочно. То есть 4 заявления вы можете подать только на менеджмент, но это одно заявление, одно направление. Ну, суммарно до 5 направлений вы можете выбрать. И до 25 июля можно добавлять, убирать. 25 июля в 6 часов выбор направлений прекращается, и дальше в конкурсе участвуем с тем, что вы выбрали на 18.00, 25 июля. Хорошо, что к датам подвелись. Следующий вопрос. В каких числах начинается прием и вступительные экзамены? 20-го. Ну, для россиян, для тех, кто закончил школу в России, сдавал ЕГЭ, старт приема документов 20 июня, а вот иностранцы уже могут подавать документы и сдавать экзамены в марте. С марта приемы уже мы начинаем. Те абитуриенты, которые закончили школу за рубежом, имеют гражданство российское. Те, кто закончил колледж, техникум, училище, у них прием документов до 15 июля, 16-го уже старт экзаменов. 16-го июля? Да. Хорошо. А есть ли у вас направление мировая экономика? На официальном сайте этого не увидел. Есть ли бюджетные места? Мировая экономика – это не наша. У нас профиль. Есть профиль мировая и региональная экономика, но это выбор профиля через два года. Это в рамках экономики, да. Да. Поступаем на экономику, там 35 мест на бюджет, и через два года можно выбрать профиль мировая и региональная экономика. Хорошо. Какую математику нужно сдавать для поступления в ваш институт? Профильную или базовую? Есть ли у вас направление, куда можно поступать с базовой математикой? Если в плане приема любого вуза, не только у нас, любого вуза написано «математика» в плане приема, это математика профильная. К нам можно поступить, имея математику базовую, это туризм и гостиничное дело. Там математики нет. На все остальные направления математика профильная. Вопрос из инстаграма. На сайте, например, указано, например, на направлении педобразования география указано сдать ЕГЭ математика профиль, запятая русский язык, запятая, и общество знания, слэш география. Как понять? Ну, эта фишка с прошлого года началась. Для абитуриентов очень удобно, очень классно. На любом направлении есть два предмета, которые являются обязательными. Например, на педобразовании всегда главное – это русский язык и общество знания. Все остальные экзамены – это альтернативные. Вы можете выбрать любой из них. Например, на экономике русский язык, математика – они безусловные, а вот иностранные – общество знания, география. Вы можете выбрать любой из них. Если бы вы сдавали и географию, и общество знания, и поступать на экономику, система автоматом выберет тот балл ЕГЭ, который вы сдали лучше. Примерно так. Еще один вопрос, пролетает нам в инстаграме. Для иностранцев, для вступительных экзаменов нужно сдать только математику и русский язык? Если гражданин иностранного государства заведомо готов поступать на контракт, он сдает русский язык и математику. Если же он потенциально готов и думает, что он сможет конкурировать с ребятами из России, поступая на бюджет, он уже сдает три экзамена – русский язык, математика и один из альтернативных. На контракт два экзамена. Под альтернативными экзаменами Руслан Анатольевич подразумевает общество или английский? Да, на экономике это общество, английский или география. И еще тут необходимо добавить, что иностранцы могут претендовать на бюджетные места только если они пройдут процедуру признания статуса соответствующего. Кроме белорусов, граждан Киргизии и Казахстана, граждан Узбекистана, Туркменистана, они должны пройти процедуру признания на соотечественника. Хорошо, следующий вопрос. Хотела бы спросить о программе двух дипломов с Лондонской школой экономики. Мне сказали, что предварительно нужно пройти собеседование на английском. Какие сроки оно проходит и в каком формате? Да, программа, которая реализуется совместно или параллельно с Лондонской школой экономики и политических наук, требует определенных повышенных компетенций от абитуриентов. Поэтому, помимо того, что желательно, конечно, сдача экзамена единого государственного по иностранному языку, хотя в плане приема это стоит через черточку, значит, можно либо общество знания, либо английский иностранный язык. Мы проводим обязательно собеседование для того, чтобы понять, сможет ли абитуриент воспринимать материал, лекционный материал прежде всего, на английском языке, прямо с самого первого занятия. Все дисциплины, еще раз повторюсь, реализуются на английском языке. Собеседование проходит параллельно с подачей документов. Если вы подали все документы, оформили полностью, все как соответствует системе, буду студентом, потом можно связаться с приемной комиссией нашего института и сообщить, что вы хотите потенциально рассмотреть свою возможность поступления и на эту программу. Тогда день собеседования будет отдельно назначен. Также мы практиковали рассылку, то есть выбирали дату конкретную и предлагали, что вот в это время мы точно вас принимаем на собеседование. Индивидуально кто-то обращался к нам, вот можно ли прийти завтра в 5 часов? Можно, да. Мы обычно идем навстречу абитуриентам и договариваемся о возможном времени и дате и месте проведения собеседования. Хорошо. Идем дальше по вопросам. Есть ли заочная форма обучения на бакалавриате на направлении экономика и менеджмент? Какие требования требуются для поступления для иностранных граждан? В каком формате пройдут вступительные экзамены? Экономика и менеджмент обучения очно-заочная, но формат обучения, он приближен к заочному. То есть в течение семестра абитуриент по выходным получает лекции в онлайн формате, также он может на них прийти, но обязательно вживую приходить два раза в год. То есть называется обучение очно-заочное, но по необходимости посещения зимой и летом. Все-таки это получается как заочно. И более того, на экономике есть группа, которая предусматривает обучение, не приезжая в Казань. То есть особенно иностранцы вот этой формой обучения пользуются. То есть можно писать заявление и учиться в группе, где обучение онлайн. Это на экономике. А на менеджменте два раза в год на сессию приехать нужно обязательно. Ну если ситуация позволяет, если нет никакого локдауна или перехода на онлайн обучение в полном формате. Продолжаем. Следующий вопрос. Учусь в 10 классе и смотрю, какие предметы нужно будет сдавать, чтобы поступить. Не подскажете, пожалуйста, по факультету государственное и муниципальное дело. Математика профильная? И если профильная, то не поменяют ли ее в следующем году на базовую? Математику не поменяют. Она будет профильной обязательно. Второй экзамен это русский язык. И на выбор иностранный или общество знания. Вот тут выбор альтернативных предметов может добавиться. Но математика, она точно останется профильной. Как сдавать экзамены иностранцам? Проходят онлайн или в Казани? Как раз таки к речи о том, что локдауны, ограничения перелета, все остальное. Ну иностранцы обычно пользуются правом сдачи экзаменов онлайн. То есть, чтобы на проезд деньги не тратить. Если абитуриент располагается на территории России, он спокойно может приехать к нам вживую и сдавать оффлайн. Если ему удобнее сдавать онлайн, он этим правом пользуется и сдает экзамены онлайн. Как абитуриенту удобно? Ну вот для онлайна есть там какие-нибудь резервные дни, потому что возможны и технические сбои. Что-то от некоторых институтов слышали. У вас есть такое? Резервный день есть всегда. Обычно мы экзамены проводим по определенным дням по конкретному предмету. И резервный день, когда можно сдать любой предмет, который по каким-то причинам вы не сдали. Здесь единственное, что я хотела бы отметить, что сдача экзамена онлайн подразумевает жесткий контроль со стороны университета в честности, прозрачности и отсутствии списывания. Поэтому вот, пожалуйста, достоверьтесь, что вы готовы к такому роду испытаниям, потому что сверяются и документы студента, и соответствие фотографии тому, кто на настоящий момент сдает экзамен. И, конечно же, любые списывания пресекаются, экзамен сразу же у вас закончится, как только система обнаружит какой бы то ни было подлог со стороны абитуриента. Да, и запись экзамена преподаватели просматривают на предмет отсутствия нарушений со стороны абитуриента. А так у иностранцев экзамены начинаются в марте и заканчиваются в сентябре. То есть абитуриент русский язык может сдать в марте, подумать, а математику сдать в июне, в июле. Если же математику абитуриент пробовал сдавать, и, предположим, интернет вылетел, что для стран, где интернет не очень хороший, это норма, к сожалению, то, пожалуйста, резервный день спокойно можно пересдать. Есть основные дни, есть резервные. Но если абитуриент не сдал экзамен, то все, тогда шанс. Если не сдал в марте, это не означает, что ему можно сдавать в июне. То есть экзамен сдается один раз в году. Это закон. И, пожалуйста, следите внимательно за объявлениями о том, как будет вывешен график проведения вступительных испытаний для иностранцев. Он организован волнами, мы обычно между собой говорим, первая волна, вторая волна и так далее. Поэтому в рамках каждой волны для каждого предмета устанавливается свой день и свое время проведения этого испытания. Завершим еще эту тему еще одним вопросом. Часто сталкиваются с такой ситуацией, что абитуриент подал на то, что будет сдавать онлайн, но потом без предупреждения приезжает очень сдавать. Он в приемной комиссии пишет заявление, что он просит разрешение сдавать оффлайн. И все, тут нет никаких проблем. То есть это проблема быстро решается. Да, это даже не проблема. Хорошо. В инстаграме нам пишут, просят рассказать о институтах-партнерах, стажировках и учебе в других странах. Хорошо, тогда этот вопрос ко мне. Институт, так же как сам федеральный университет, предоставляет бесконечное количество возможностей для тех, кто этими возможностями хочет воспользоваться. Потому что на самом деле у КФУ большое количество партнеров и вузов, куда можно поехать на практику. Что мы в таком случае обычно студентам говорим? Во-первых, а это ваша успеваемость. Потому что если вы плохо успеваете по одному образованию, никто, конечно же, вас не порекомендует и не отправит на стажировку в вуз-партнер для того, чтобы вы каким-то образом негативно представили наш университет. Второе, это обязательно знание иностранного языка. Потому что уезжая в любую страну, вы обучаетесь чаще всего на английском языке. Понятно, что у нас есть обучение и на французском, и на немецком, и на китайском языке. Но английский в настоящее время самый популярный. Поэтому знание английского языка на уровне B2, B1, B2, мы обычно так говорим, является обязательным условием для того, чтобы поехать на стажировку. Если я буду перечислять страны, с которыми у нас есть соглашение, то список достаточно будет бесконечный. Это вся Западная Европа, это часть Центральной Азии, это Восточная Европа, естественно, это Китай, Южная Корея, Япония. То есть список стран, куда можно было бы поехать, он достаточно широк. Главное, чтобы у вас было желание воспользоваться этой возможностью. И, естественно, знать иностранный язык так, чтобы быть в состоянии слушать лекции в той стране, в том вузе, куда вы собираетесь поехать. Кстати, про языки. Мы рекомендуем абитуриентам, вот поступил на экономику, на менеджмент, но не важно, на любое направление. Год проучился, если студент понимает, что у него сил хватает, желания хватает, время есть, мы рекомендуем, предлагаем поступить на курсы. Как они называются правильно? Да, дополнительная квалификация или программа дополнительного профессионального образования называется переводчик в сфере профессиональной коммуникации. Два года эта программа реализуется, и по окончании основного или базового образования вы получаете диплом от профессиональной квалификации переводчик в той области, по которой выдан ваш базовый диплом. Это очень полезный навык, потому что на самом деле в образовательном стандарте у нас иностранный язык изучается только на первом-втором году, то есть 4 семестра всего лишь. А дальше к моменту, когда уже у студента появляется какое-то осознание того, как он хочет свою дальнейшую профессиональную деятельность выстроить, вдруг он осознает, что английский язык ему нужен, и тут начинается поиск курсов. Поэтому мы, конечно же, рекомендуем после того, как адаптационный период к учебе в университете прошел, подойти на кафедру иностранных языков и профессиональной коммуникации и выяснить условия поступления на эту программу, отучиться на ней, потому что это три раза дополнительно вечером проходят занятия очно, где, конечно же, есть возможность прям в одном и том же здании свои знания по иностранному языку значительно улучшить. Плюс еще подтвердить это дипломом государственного образца, что, конечно, является просто предпочтением и при трудоустройстве, и при дальнейшей профессиональной деятельности. Наши ведущие партнеры – это компании аудиторские, международные компании. И имея диплом экономиста, менеджера, а еще имея диплом переводчика-экономиста, то шанс на трудоустройство резко возрастает. У нас, конечно же, каждый год компании из большой четверки, и это и PricewaterhouseCoopers, и Deloitte, и KPMG, они берут большое количество выпускников и трудоустраивают, их карьерный рост достаточно успешный получается. Но помимо того, что проверяются профессиональные навыки, вторым этапом всегда идет собеседование и решение кейсов на английском языке. Поэтому знание английского, профессионального английского, на достаточном уровне, оно приветствуется. Спасибо. Идем дальше по вопросам. У нас есть еще несколько. Сколько баллов ЕГЭ нужно набрать для поступления на управление персоналом? Управление персоналом. В прошлом году проходной балл на бюджет был 260, но в этом году обучение там только платное, и я думаю, порог будет на уровне 180 баллов. Но бюджета в этом году на управление персоналом нет. Будет ли вторая часть заданий, где нужно отвечать с развернутым ответом по профильной математике, если сдаешь онлайн? Из Инстаграма сейчас прилетает вопрос. Давайте так скажу, что в прошлом году второй части не было. Это нужно внимательно посмотреть программу экзамена. Программа на сайте первой комиссии размещена. В прошлом году были только ответы именно на экране компьютера. Второй части не было. Где можно узнать информацию про внутренний экзамен по экономической географии? Есть ли примерный вопросник? Во-первых, такого предмета нет. Есть отдельный экзамен по экономике для поступающих на базе профильного колледжа. Есть экзамен по географии. Эконом-географии такого экзамена в КФУ нет. Такой экзамен есть в набережных Челнах при приеме на таможенное дело. Но у нас такого экзамена нет, поэтому прокомментировать будет затруднительно. Следующий вопрос, он же заключительный у нас в подборке, который ранее присылали. Скажите, пожалуйста, нужно ли сдавать вступительные испытания после колледжа со специальностью экономика и бухгалтерский учет? И какие экзамены надо сдавать? Русский язык, математика и экономику. Потому что экономику вы уже изучали, и вам сдать ее будет легче. Мы на выбор предлагаем экзамен по бухгалтерскому учету или по финансам. Что вы выберете? Русский язык, математика и бухгалтерскому учету или финансы? Хорошо, спасибо. Ну что же, вопросы у нас закончились. Инстаграм у нас тоже молчит, а там мы тоже все вопросы разобрали. Предлагаю некое такое заключительное слово нашим абитуриентам подвести итог нашего Инсталайфа сегодня. Дорогие абитуриенты, читайте правила приема. Это тот документ, который для вас этим летом будет очень важен. Необходимо знать нюансы. Сколько раз можно подать заявление согласия в разные вузы, везде по-разному. Четко понимайте даты, когда крайний срок подачи заявления согласия. Знаете, как нужно отслеживать списки пофамильные. Ну, раньше были пофамильные, теперь они ранжируются без фамилий, только с НИЛС и НН. Читайте правила приема, будьте спокойны и знайте, что поступлением или не поступлением на этом жизнь заканчивается, она идет дальше. И что ни делается, все к лучшему. И также такое небольшое наставление, поскольку вы сейчас являетесь выпускниками, вам, конечно, хочется пожелать удачи на выпускных экзаменах, хорошо их сдать, оправдать все свои собственные ожидания, ожидания, наверное, ваших родителей. Но и, пожалуйста, уважаемые абитуриенты, проанализируйте, куда вы хотите действительно поступать, чтобы вы пришли уже к нам подавать документы с четким осознанием того, какое направление, какой институт вы выбрали, кем вы видите себя в перспективе лет через 10, для того, чтобы действительно получить по итогу тот бонус, ради которого вы 11 лет в школе отучились и, надеюсь, что успешно отучились. Мы будем рады видеть вас лично, если не лично, то еще на наших дальнейших инсталайфах. Вам всего самого наилучшего. Спасибо, что сегодня были с нами. Ну и вам, дорогие гости, тоже большое спасибо. Надеемся, что еще увидимся с вами в рамках инсталайфов и других проектов перед приемом в Казанский Федеральный Университет 2022 года. Ну а на этом все. Этот инсталайф подходит к концу. Это был инсталайф Институт управления экономикой и финансов. Еще увидимся. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин